Артём, если можно, я сегодня начну издалека. Сначала мне очень интересен Михаил Навратил, потому что лично для меня это открытие, ну, по крайней мере, последних этапов, то, что мы все привыкли, что он любимец публики. Публика любит его, он любит публику, каждый свой прыжок — это шоу, всегда подаваться, но как-то он никогда не ассоциировался со спортсменом, который может побеждать, и побеждать на двух этапах подряд. Вот в данном случае, лично твое мнение, может быть, мнение ребят, это все-таки некий фарт, или он реально вырос до уровня победителей этапов и может претендовать, может быть, даже на многое в общем зачете? Михаил, прежде всего, всегда был очень стабильным спортсменом, что в нашем виде спорта немаловажно, и прыгал он всегда очень сильно, он занимал вторые и третьи места, но до первого не дотягивал. Но вот последние два этапа он выиграл, и это, конечно, сюрприз, я думаю, и для него тоже. Все очень удивлены, и скажу, что перед Уэллсом, перед первой победой он сделал за месяц операцию на колено себе и успел за это время еще и сжениться. Поэтому я думаю, что на эйфории просто он взял и разорвал два последних этапа. Михаил очень сильный прыгун и отпрыгал очень чисто. А Гэри Хант в этом сезоне три подряд победы, правильно? После того, как первый этап он даже в призы не попал. Что скажешь о его выступлении? Все-таки он дает понять, что он не робот, как о нем, по крайней мере, в прошлом сезоне мы лично с тобой говорили. Гэри, он безусловный лидер сейчас в нашем виде спорта. Он собрал новый прыжок, это очень сложный прыжок. Самый сложный, насколько я знаю, в принципе сейчас, да, в хайдаве? Да, самый сложный в мире. И вот он пока еще не доведен до совершенства. И вот, опять же, ошибаясь, вот этот самый сложный прыжок, Михаил может позволить себе побеждать. Но когда прыгуны, то есть прыгают максимально сложные, уникальные прыжки и делают это точно и чисто, то вот как раз Михаилу уже, ему будет очень сложно бороться даже за тройку. Ну а теперь к еще одному прыгуну Артему Сильченко. Вот для него этот сезон, как бы ты охарактеризовал? Сложный сезон, сложный и, наверное, немножко морально, не совсем готов к этому сезону, то есть физически и технически. Да, но в том году у меня была очень, очень жесткая и серьезная травма. И произошла она во время исполнения моего как раз самого сложного прыжка. И вот, наверное, психологически, то есть я еще не совсем восстановился от этой травмы. Но вот это же все равно твои результаты, не самые высокие, в том числе даже последнее место было в этом сезоне. Это же все равно вопрос техники. Где-то что-то технически не хватает. В данном случае вот сейчас, опять-таки, в самом начале ошибка, да, и уже потом спасти было сложно. Это тоже последствия вот некого психологического барьера? Я думаю, да, вот тоже, что я в Уэльсе был последним. То есть как раз физически я был готов прекрасно. То есть была замечательная погода. Я прыгал с настроением, с удовольствием. Но каким-то образом это получилось, наверное, самое неудачное выступление за мою карьеру. То есть в Уэльсе. И победа в Полиньяно, то есть еще раз доказала, что именно физически и технически я готов замечательно. Скорее всего, то есть еще не до конца морально отошел от падения прошлого года. Ну а в Италии тогда что произошло в хорошем смысле, что ты выстрелил? Там, получается, вот этот эмоциональный фон, он отошел как-то так далеко на второй план, что не помешал тебе выиграть? Каким-то образом, да. И вот пока я еще не могу просчитать для себя, то есть как побороть вот этот страх перед приводнением вот именно на самом сложном прыжке. То есть в Италии каким-то образом, то есть я про это забыл в полете. И все получилось, то есть как и должно работать постоянно. Но надо работать, работать над собой. Может, в Италии просто так соскучился по воде, по прыжкам, что вот понимаешь, желание, страсть, оно перекрыло вот весь этот страх? Ну да, возможно, перед Италией у меня были некие каникулы посреди сезона. Практически месяц я провел без бассейна, не говоря уже то, что я не видел хайдаева. И занимался только в зале, в тренажерном. И, возможно, я соскучился по прыжкам в воду. То есть я перезагрузился, и я не концентрировался именно на победу, на результат. То есть я шел, и в процессе этих соревнований я вспоминал, как прыгать. То есть, возможно, я немножко забыл все свои предыдущие какие-то выступления, хорошие или нехорошие. Я прыгал здесь и сейчас. И вот, скорее всего, это сработало. А можно сказать, что это для тебя самая неожиданная победа? Потому что сложно было представить, что человек столько не видел воды, столько не видел вышки, и вдруг выстреливает. Я не думаю, Ваня, что так можно сказать. То есть неожиданных побед, скорее всего, не бывают. Но я думаю, это больше к Михалу можно отнести, потому что я думаю... Не обидится чем? Он не обидится, он хороший парень. Вот он на самом деле не ожидал, это была первая для него победа. Он очень много лет провел, очень много сезонов прошел, очень много стартов. И вот первая победа, да, для него была сюрпризом. Для меня же нет. Это, наоборот, вполне рабочая и рабочий результат. То есть я прыгаю на победу. То есть я всегда этого ожидаю. Это победа первая за сколько? Года за два, наверное? Да, за два года. Как эмоции от победы? Они другие или вот те же самые? Столько не побеждать человеку, который всегда нацелен на победу? Ну, эмоции, наверное, те же самые. То есть они зашкаливают все-таки. Побеждать. И сейчас, ну, за последние несколько лет все-таки вырос очень сильный уровень спорта. Победить было очень приятно и очень важно. То есть я напомнил сам себе, что на самом деле это не только в моей голове, что я могу побеждать. А я могу это делать на самом деле здесь и сейчас. Тебе кого вот занимать такие низкие позиции? Самолюбие не задевает? Вот так, честно? Да, конечно, задевает. И как любой спортсмен. То есть это очень неприятно. Тем более, выиграв один этап, переехав буквально через две недели, занять последнее место. Это очень тяжело. Но я уверен, что у каждого спортсмена, у каждого серьезного спортсмена в жизни бывают периоды. То есть бывают взлеты, бывают падения. То есть мне очень важно встать и удержаться на ногах и пережить этот сложный период спорта, найти эти ошибки, исправить их и вернуться победителям опять. Но ты же понимаешь, что в принципе шанс прыгать стабильнее у тебя есть. Чуть-чуть нужно упростить программу. Чуть-чуть. Это знаешь, как в фигурном катании, когда можно идеально прыгать, например, прыжок в три оборота и с ошибкой прыжок в четыре оборота. Сумма будет приблизительно одинаковая. Например, Плющенко на Олимпиаде в Ванкувере, он проиграл, имея четверные обороты, а его соперник американец не сделал ни одного четверного, идеально сделал тройные и победил. У тебя, мне кажется, мое личное мнение, ситуация похожая. И занимать можно призовые места и даже побеждать, если чуть-чуть сбавить сложности, может быть, отказаться пока от вот этого прыжка со стойки на руках. Согласен. Это было бы, скорее всего, то есть многие люди мне тоже самое советуют. Не смываясь, да. Это был бы самый простой путь. Но есть всегда второй путь. То есть можно наработать сложные прыжки, то есть сложную программу. Было бы где, было бы здоровье и силы. То есть и я этот путь выбираю. То есть я, не знаю, это я думаю, что это, во-первых, очень сильно от человека зависит, от его характера. То есть я шаг назад не сделаю. И я считаю, что мой путь в данной ситуации – это напрыгать, наработать свой самый сложный прыжок. То есть у тебя такая некая безвыходная ситуация. То есть кроме как вот непосредственно на этих этапах, да, тебе просто негде напрыгивать этот прыжок. Правильно я понимаю? Пока, да. То есть, грубо говоря, вопрос с соперниками, у них есть возможность, они могут себе позволить отдельно тренироваться, отдельно выступать. А у тебя так получается, что у тебя тренировка равно этап, этап равно тренировка. Да, но так было до этого года. Вот давай перейдем как раз-таки к Ялте, к открытию там, как правильно, тренировочной базы, наверное, стоит назвать. Твои впечатления, ты был на открытии каково? Как все сделано? Это супер. Во-первых, теперь есть место готовиться. Потому что, я так считаю, там, теннисист должен готовиться на теннисных кортах, и пловец должен плавать в бассейне, так же, как и хайдайвер должен прыгать хайдайв. Нельзя подготовиться на чемпионат мира по хайдайву на школьной площадке. То есть невозможно. Ну, ты это готовился. На сто процентов это невозможно. То есть надо быть реалистами в этом вопросе. Сейчас, да, у нас появилась база. База потрясающая, место супер. То есть весна приходит очень рано, в апреле месяце мы уже можем начинать полноценные тренировки. И вот мы ездили на открытие, вышки замечательные, вышки жесткие, вода мягкая, все супер. А другие спортсмены еще не были там? И из других стран, я имею в виду? Из других стран пока не было. Приезжал Илья Щуров на открытие. Брат мой прыгал, но он с 20 метров прыгал. То есть в вышке стоят, будут установлены 3 метра, 5 метров, 10 метров. Это для тренировки именно технических моментов, то есть для, так сказать, темпов, для подводящих элементов. Также установлено 20 метров. Это вообще женская высота. Но некоторые спортсмены любят попробовать сначала с 20. И, конечно же, чисто 27 метров, это уже для по-настоящему наработки прыжков. И вот я планирую, то есть следующей весной, как только потеплеет, я поеду в Ялту на какое-то время. И я буду нарабатывать именно ради одного прыжка поеду. То есть там я постараюсь изменить ситуацию кардинально. Ну, я так понимаю, что там планируют вообще целую школу хайдайвинга, да, создать? Да, есть такой план. Ну, пока, естественно, открыты вышки. Но имея вышку, ты не обязательно, ну, не обязательно ты станешь прыгуном, правильно? Прыжки в воду – это не только, как сказать, прыжки в воду. Прыжки в воду – это акробатическая подготовка. Нужен обязательно батут. Причем батут с поролоновой ямой. И, опять же, там растяжка. Нужен подобие хотя бы тренажерного зала, потому что спортсмен должен быть физически. А там планируют и все это открыть? Да, да, пока это в планах. Но, естественно, не все сразу. То есть в нашей стране во всяком случае так все не делается. Но я уверен, что это будет, и это будет замечательно. Руководство региона уже в интервью сразу после открытия заявило, что они сделают все, чтобы в будущем всю семью Сильченко перевезти в Ялту, чтобы они там, по сути, создали школу, может быть, даже имени Сильченко. Ты рассматриваешь такой вариант, что в будущем, может быть, и на ПМЖ туда? Вань, ну, сейчас это очень рано об этом говорить. Я могу сказать, что я не исключаю такой вариант. Потому что все-таки, имея такую базу, я не буду прыгать вечно, правильно? И я надеюсь, что когда-нибудь придут ребята мне на смену. И вот как раз этим ребятам я смогу передать весь свой опыт, все свои умения. Потому что опыт колоссальный. Как и хороший, так и не очень. Поэтому избежать очень серьезных и серьезных травм и ошибок я помогу молодым хайдайверам. По сути, последний месяц остается этого сезона, заключительный месяц. Два этапа, силы на них остались, Стем? Да, силы есть. Тем более сейчас был у нас очень жесткий график. Я около двух месяцев не был дома. И вот сейчас у нас две недели есть. Я опять вернулся в зал. Сейчас немножко восстановить физическую форму. Будет еще около 10 дней попрыгать в бассейне со своим тренером. То есть вспомнить именно базовую технику. Потому что все равно два месяца скитаний из стороны в страну, с вышки на вышку. То есть это не лучшим образом сказывается ни на физическом, ни на техническом состоянии. То есть в вашем деле ритм такой соревновательный, он не особо в плюс? Хочется отдохнуть иногда для того, чтобы как раз-таки восстановиться? Даже отдохнуть может быть морально больше, нежели физически. То есть физически прыгать я готов, но вот эти две недели я проведу со своей семьей в зале, в бассейне. То есть вернусь в рабочий ритм, то есть в режим. Ты вообще за общим зачетом следишь? Честно говоря, нет. И никогда не следил за этим. Моя задача прыгать, а считать цифры, это есть специально обученные люди. То есть тебя можно не спрашивать на что, а можно рассчитывать по итогам двух этапов. Ставишь ли ты себе цель подняться на сколько там позиции выше, или тебе не важно, восьмое, седьмое, девятое. Пока ты восьмой, я тебе раскрою глаза. Это вопрос не ко мне. То есть за последние два этапа я постараюсь, естественно, отпрыгать максимально хорошо, чтобы не как в прошлом году, то есть я на очень плохой, очень нехорошей ноте закончил свой сезон. То есть я постараюсь закончить сезон на позитиве и настроиться. У нас будет в феврале, скорее всего, Кубок мира по хайдаеву уже финновский. То есть буду готовиться на него, но уже после очень жду, не дождусь Ялты. То есть именно поеду отрабатывать свои прыжки. То есть это будет, наверное, первая тренировка в моей жизни настоящая. В жизни хайдайверов не так давно появился чемпионат мира. Вот сезон без такого главного старта. Это сказывается, что вот в этом сезоне, по сути, вот некого такого пика, которым бы все подводилось и все подводились, нет? Ну, это, кстати, возможно, интересно, потому что в Казани, да, все спортсмены в прошлом году, то есть все работали именно на Казань. То есть весь сезон велся, то есть все прыгали. Были старты, да, очень важные, но все равно все прыгали очень осторожно. То есть основной этап был Казань, а сейчас, да, идут разговоры, что, да, следующий большой, именно один старт, это Будапешт следующего года. Не знаю, насколько это сильно сказывается, но то, что все смотрят вперед, это точно. Артем, спасибо тебе большое за это интервью, спасибо, что нашел время, пришел в гости к нам в студию. Мы тебя здесь всегда рады, всегда ждем. Удачи тебе на последних этапах, и главное, здоровья, чтобы ни в коем случае этот сезон не завершился как прошлый, не дай бог. Всего тебе хорошего. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!